В следующем году наша страна отметит 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате в нашем районе откроется новый памятник, который будет посвящен воинам, пропавшим без вести. Новый памятник будет размещен в парке 40-летия Победы, недалеко от Вечного огня. Его строительство уже началось. Сейчас готовится площадка, где установят памятный знак. В настоящее время ведутся работы по установке памятного знака советским воинам, пропавшим без вести при освобождении Славянского района в 43-м году. Отрадно заметить, что эта работа ведется не от юбилея к юбилею. Это планомерная, целенаправленная работа по увековечиванию памяти воинов, погибших при освобождении Славянского района. Ведется она уже много лет по инициативе главы Славянского района Романа Ивановича Сенеговского. Следующим этапом этой большой сложной работы стало увековечение памяти воинов, пропавших без вести. По данным Министерства обороны, их порядка 1700 человек. Эта работа велась в течение трех лет. Работа по выявлению фамилии воинов велась порядка трех лет поисковиками отряда Кубанский рубеж клуба К-95. И сегодня уже мы имеем полный список этих бойцов. Памятный знак будет представлять собой конструкцию, очень символичную, из трех отдельно стоящих стойк, которые будут увенчаны уходящими ввысь журавлями. Также в этой конструкции будет встроен колокол. Колокол этот выплавен из осколков снарядов и гильз. Поэтому это очень символично. И сами журавли символизируют собой именно бойцов, которые не захоронены. Но они геройски погибли и они остались в вечности. Поэтому наша сегодняшняя задача и общественности, и депутатского корпуса района, и Совета ветеранов района, и всего населения Славянского района отдать дань памяти, почтить наших воинов-героев. И, можно сказать, всем миром все-таки воплотить эту замечательную идею в жизнь. Завершить строительство планируется весной следующего года. А 9 мая состоится его открытие. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин.